Привет, друзья! Яркий сочный салат из свеклы с сельдью может напоминать всеми любимую селедку под шубы. Сегодня готовим очень вкусный, аппетитный, сытный, праздничный салат из свеклы с сельдью. Такой салат готовится быстрее и проще. Все ингредиенты и количество я пропишу под видео, заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Для начала нарезаю сельдь на небольшие кусочки, вот такие, как у меня. Средним кубиком нарезаю картофель. Картофель я предварительно отварила в мундире, дала ему остыть, а затем очистила. Нарезаю маринованные огурчики. Мелким кубиком нарезаю красный салатный лук, можно использовать репчатый. Беру зеленое яблоко, его очищаю и нарезаю мелким кубиком. Очищенное яблоко взбрызгиваю лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Теперь готовлю соус-заправку. Беру сметану, добавляю сюда горчицу. Я взяла горчицу в зернах, можно брать любую. Сметану и горчицу перемешиваю и соус готов. Формирую салат. В большую миску отправляю картофель, маринованные огурцы, красный салатный лук, сельдь, яблоки. Добавляю черный молотый перец по вкусу и щепотку соли. Теперь все заправляю готовым соусом, все хорошо перемешиваю и салат практически готов. Далее необходимо мелким кубиком нарезать запеченную свеклу. Для салата свеклу я предпочитаю всегда запекать, но не отваривать. Формирую салат на тарелку, выкладываю подготовленный салат, хорошо его распределяю по поверхности тарелки, разравниваю ложкой и делаю неглубокие бороздки. Подготовленную свеклу отправляю в салатник, добавляю к свекле 1 столовую ложку растительного масла, свеклу хорошо перемешиваю и заполняю свеклой бороздки. Как видите, салат готовится очень просто и легко. А теперь украшаю салат мелко резаной зеленью укропа. Дам салату настояться примерно 30-40 минут и буду его подавать к столу. Ну что, друзья, салат готов, его можно подавать к праздничному столу. Возьмите себе этот рецепт салата на заметку. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео, а также подписывайтесь на мой второй канал. Всем пока-пока!